Известно, что в период с 50-х по 70-е годы заработная плата обычных граждан составляла порядка 200 рублей. Так было потому, что заработная плата регулировалась государством. Андрей Кончаловский как-то поделился откровениями, больше нас, артистов, писателей, зарабатывали только атомные физики. Только у них был так называемый открытый счет. Зарплату им не платили. Им можно было брать денег, сколько нужно. И если говорить о людях творческой профессии, а именно, об актерах, то они получали примерно от 70 до 500 рублей. Но это те, кто исполнял роли второго плана. Если иметь в виду тех, кому посчастливилось играть главные роли, то они получали значительно больше. Давайте немного отвлечемся и вспомним о ценах, которые были в те годы. Например, за килограмм курятины нужно было заплатить от 1 рубля до 2 рублей 30 копеек. Причем, за рубль можно было купить синюю птицу, которую нужно было варить до 2 часов. А качественная курятина стоила порядка 2 рублей за килограмм. Ровно столько же стоил килограмм говяжьего мяса. А вот баранина дешевле, потому что не столь пользовалась спросом. Это мясо можно было купить за 1 рубль 80 копеек. А вот свинина стоила 2 рубля 50 копеек, за сало нужно было отдать на 30 копеек меньше. Но качественную свинину, как впрочем, и курятину, и говядину, и баранину, можно было приобрести только на рынке. Там не обвешивали, не хитрили и не хамили покупателям. Другое дело, что всех огорчал дефицит в те годы, и нужно было иметь своих людей за прилавком, чтобы купить то, что хотелось. Булка белого хлеба весом в 1 килограмм стоила от 20 до 24 копеек. Черный хлеб 16 копеек. Молоко в пакете тоже 16 копеек. А молоко разливное 28 копеек за 1 литр. Газированная вода с сиропом 3 копейки за стакан, без сиропа и вовсе 1 копейку. А соки от 8 до 18 копеек за стакан. Люди творческих профессий не всегда сами лично ходили в магазины и на рынке. Частые разъезды, съемки, гастроли забирали уйму времени и сил. А некоторым не нравилась узнаваемость на улице. Поэтому многие имели помощниц по дому. Но оплатить услуги домработниц имели возможность далеко не все артисты. Многое зависело от социального статуса и заработка. Сегодня мы поговорим о пяти артистах, чьи гонорары в советское время считались самыми высокими. И первым в нашем рейтинге самых высокооплачиваемых актеров является Сергей Филиппов. Он получил за роль кисы Воробьянинова 6275 рублей. А это, по сути, автомобиль «Волга» – предел мечтаний многих людей в те годы. Неизвестно, купил ли актер «Волгу», но известно, что уходил он из жизни в полной нищете. Он, сын токаря и портнихи, родившийся в бедной саратовской семье, мечтал стать артистом балета и танцевать на сцене ведущей партии. И он смог попасть в танцевальную студию, где очень быстро стал лучшим учеником. Потом поступил в эстрадно-цирковой техникум и работал в Ленинградском театре оперы и балета. Но карьера балетного танцора для Филиппова окончилась практически так и не начавшись. На сцене он потерял сознание и рухнул, оказалось, что у него случился сердечный приступ. Но он не сдавался, а стал гениальным актером. Сначала работал в Ленинградском театре комедии, где быстро прославился, но сложный характер привел к тому, что его «ушли» по собственному желанию. И тогда он переключился на кинематограф, став любимым актером для миллионов. Сергей Филиппов, он же Киса Воробьянинов из «Двенадцати стульев», шведский посол из кинокомедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Масик» из картины «Девушка без адреса», лектор из легендарной «Карнавальной ночи», а также Казимир Алмазов в «Укротительницы тигров» и пациент профессора Преображенского в «Собачьем сердце». Он сыграл множество незабываемых и легендарных ролей. Ему так виртуозно и так тонко удавалось сыграть все уродливое и пошлое, что есть в людях, при этом не вызывать к себе неприязнь. Что Филиппова стали считать гениальным актером, а режиссеры выстраивались к нему в очередь. Леонид Гайдай считал Сергея Филиппова своим любимым актером. Он обладал невероятной пластичностью, а также недюжинной физической силой, что позволяло ему лично выполнять сложные трюки. Когда Леонид Гайдай утвердил Сергея Филипова на роль Кисы Воробьянинова в «Двенадцати стульях», у актера неожиданно начались сильные головные боли. Тогда режиссер решил его заменить и отдал роль Ростиславу Плятту, но Сергей Филиппов настоял и все-таки остался в фильме. Во время съемок Филиппов очень мучился, а по окончании понял, что эта роль стала для него некой мотивацией бороться за жизнь. И он выиграл у судьбы еще целых 20 лет. Сразу же после «Двенадцати стульев» Филиппов отправился в Ленинград, где был прооперирован. И довольно быстро вернулся в кинематограф. В 70-е и 80-е он снимался много, но это в основном были эпизоды или роли второго плана. Но благодаря своей необычной внешности, уникальному тембру голоса зрители его обожали. После роли кисы Воробьянинова в «Двенадцати стульях» на Сергея Филиппова обрушилась оглушительная слава. Картину посмотрели 40 миллионов зрителей. На улицах ему не давали прохода поклонницы, женщины просили автографы, а мужчины хотели с ним выпить. Он и не заметил, как втянулся. А к застольям прибавились и любовницы. Собственно, слава и разрушила его брак. Актер был дважды женат, и по сути, с первой женой так не развелся. Она была балериной, они счастливо жили вместе, у них родился сын, и супруги боготворили друг друга, но до поры до времени. И когда к Филиппову пришла слава, испытание которой, он не прошел, супруга забрала сына и сбежала в Америку. Филиппов невероятно тяжело переживал тот период, он даже чуть не потерял рассудок. Но потом снова встретил женщину, писательницу, которая была старше него почти на полтора десятка лет. Вместе они прожили довольно долго, но гражданская жена ушла из жизни раньше него. Сергей Филиппов в свое время мог достать любой дефицит друзьям, знакомым и коллегам, баловал всех щедростью. Но когда сам стал старым и немощным, оказалось, что он никому не нужен. Крохотной актерской пенсии ему не хватало, сын был за океаном, и общение с ним было прервано много лет назад. Актер распродал всю мебель и все вещи из квартиры. Не платил годами за квартиру, голодал, но ни у кого ничего не просил. Уходил тяжело и мучительно. Евгений Маргунов вспоминал потом, что Сергей Филиппов ушел из жизни в одиночестве, из обвении он две недели пролежал у себя в квартире, пока соседи не забили тревогу. Они обратились на Ленфильм, а там руководство решило, что если Филиппов пенсионер, то его погребением пусть занимается Собес. И тогда актер Александр Демьяненко собирал буквально по копейкам у коллег, чтобы похоронить Филиппова. Вот так Сергей Филиппов, тот, кто получил самый большой гонорар за всю историю советского кинематографа, на старости лет оказался нищим и никому не нужным. Но это не умаляет его достоинств. Пусть Филиппов был несколько странным в поведении и манере общения, где-то даже грубоватым, но это говорило о его неординарной, гениальной личности. Второе место в рейтинге самых высоких гонораров занимает Арчил Гомяшвили за роль Остапа Бендера, все в том же фильме «12 стульев». Он получил немного меньше, чем Сергей Филиппов, 6120 рублей. Его судьба кардинально отличается от судьбы Сергея Филиппова. Горчий грузинский юноша с детства рос настолько хулиганистым, что постоянно обращал на себя внимание правоохранительных органов. И до 27 лет успел четырежды побывать за решеткой, за драки и воровство. А потом решил оставить позади бандитское прошлое, перевернуть страницу своей непростой жизни и вернуться к своей давней детской мечте стать актером. Ему каким-то феноменальным образом удалось поставить на сцене провинциального театра грузинского города Поти спектакль по мотивам «Золотого теленка». Итак, похождения Остапа Бендера стали триумфом актера и первой ступенью к небывалому успеху. Арчил Гомяшвили не только выступил в качестве режиссера, но и сам исполнил абсолютно все роли в своей постановке. Это было что-то неординарное и вызвало неподдельный зрительский интерес. Постановку приняли на ура, и вскоре актер уже колесил с ней по всей стране. А потом, когда узнал, что Леонид Гайдай задумал снимать 12 стульев, поехал сам к нему. Из порога, в присущей манере общения Остапу Бендеру, заявил режиссеру, что он готов исполнить главную роль в его фильме. Смелость и напор удивили не только всю съемочную группу, но и режиссера, который, на самом деле, уже был в отчаянии, потому что съемки начались, была масса претендентов на главную роль. Но во всех их он не видел настоящего Остапа. А тут Остап сам пришел к нему, и Гайдай с первой минуты понял, что перед ним тот, кто ему нужен. За роль Остапа Бендера, Арчил Гомяшвили, получил квартиру в Москве в знаменитом доме на набережной и обзавелся армии верных поклонников. Он стал знаменит на весь Союз. Вот только с режиссером картины у него отношения не заладились. А все дело в том, что Леонид Гайдай озвучивание Бендера отдал другому актеру, Юрию Саранцеву. Режиссеру не понравился грузинский акцент, на что актер затаил обиду на долгие годы. Арчил Гомяшвили построил прекрасную карьеру, и его, в отличие от коллеги по кинофильму «12 стульев», Сергея Филиппова, всегда сопровождал финансовый успех. В 80-х он познакомился с немецким миллионером Майклом Филдом, который подарил Остапу Бендеру свою книгу «Америка глазами таксиста». И Арчил загорелся идеей снять о миллионере фильм, был уже готов сценарий, вот-вот должны были начаться съемки, но в последний момент главный действующий герой, миллионер, решил дать заднюю. И в качестве компенсации он подарил актеру 10 игровых залов в Германии. Это был настоящий перст судьбы. Актер быстро вошел в курс бизнеса и стал успешным бизнесменом в игровом деле, а чуть позже и в ресторанном бизнесе. Но никакие деньги мира не спасли его от болезни, которая подкралась к нему на пороге 80-летия. У Гамиашвили диагностировали онкологическое заболевание легких. Победить недуг ему не удалось. Арчил Гамиашвили всю жизнь искал свое счастье в фильм. Он четырежды женился. Его женами были врач, две актрисы и балерина. У актера на свет появилось пятеро детей. А в начале 70-х у него был бурный роман с режиссером фильма «17 мгновений весны» Татьяной Лезновой. Причем Арчил Гамиашвили претендовал на главную роль. Роль Штирлица была пределом его мечтаний на тот момент. У него, как у настоящего Остапа Бендера, было настоящее чутье на деньги. Но судьба распорядилась по-иному, и роль исполнил Вячеслав Тихонов. После этого роман актера и режиссера быстро угас. А вот роль Штирлица принесла актеру действительно великолепный гонорар. Вячеслав Тихонов получил 5500 рублей. И Вячеслав Тихонов занимает третье место в нашем рейтинге тех, кто больше всего зарабатывал в советском кинематографе. Роль Штирлица действительно должен был исполнять Арчил Гамиашвили, но худсовету не нравился гордый грузинский профиль актера с темным прошлым. Который, в априори, не мог исполнять роль разведчика. И как только режиссер не пыталась отстоять кандидатуру любимого, но не смогла. Тогда Арчил обиделся и разорвал отношения с Татьяной Лезновой. Олег Стриженов, Иннокентий Смоктуновский и Юрий Соломин также рассчитывали на роль Штирлица. Актеры проходили кинопробы, и сложно сказать, кому больше симпатизировала режиссер, но когда появился Вячеслав Тихонов, Лезнова уже точно знала, что перед ней настоящий Штирлиц. Но сам Тихонов не слишком любил роль Штирлица. Даже удивлялся, что многие его ассоциировали именно с этой ролью. Для него это была обычная работа. Но когда фильм «17 мгновений весны» впервые вышел на экраны, а случилось это в августе 1973 года, было отмечено снижение преступности в стране. Улицы городов и сел пустели, все спешили к телеэкранам и с упоением смотрели. Удивительно, но факт, после просмотра «17 мгновений весны» Брежнев потребовал присвоить полковнику Исаеву звание Героя Советского Союза. Генсек решил, что Штирлиц – это действительно реальный человек. К слову говоря, сценарий был написан писателем Юлианом Семеновым. Режиссер Татьяна Лезнова загорелась желанием снять фильм о доблестных разведчиках, и как раз в это время ей попалась в руки книга Семенова. Она встретилась с автором и узнала, что Юрий Андропов, на тот момент председатель КГБ, был инициатором создания сценария для экранизации. Но посмотрев сценарий, Лезнова решила внести свои правки, из-за чего рассорилась с Семеновым. Она добавила в сценарий несколько людей без мундиров, тем самым разбавив картину нотками лирики. Например, появились интересные персонажи, «Влюбленная Габи», а также «Фрау Заурих». Татьяне Лезновой показалось, что от этого картина станет только краше, но такие кардинальные правки обидели Юлиана Семенова. Они рассорились на всю жизнь. Писателю не понравилось, что режиссер в титрах указала себя вторым сценаристом. Но тут, справедливости ради, следует отметить, что на заработную плату режиссеров, а они получали от 800 до 8 тысяч за фильм, также влияло, если они вносили свое имя в сценаристы. И за это режиссеры получали дополнительных 2000 рублей. Также на Татьяну Лезнову обиделся Иосиф Кобзон, который исполнял песни для кинофильма. Лезнова попросила исполнить так, чтобы зритель не узнал его голос. А песню, звучащую в кадре из воспоминаний Штирлица о довоенном Париже, исполнила Эдит Пиаф. И композиция, на самом деле, была создана через 11 лет после завершения войны. А композиция Теревердиева, по сути, становится монологом героя. То, как красноречиво, как многозначительно и многогранно умел молчать Штирлиц, не мог бы исполнить ни один актер, а вот у Вячеслава Тихонова это получалось великолепно. Вячеслав Тихонов был одним из самых любимых актеров у зрителей. Его талантом и красотой восторгались миллионы, при этом он никогда не страдал звездной болезнью. Был очень интеллигентным, благородным, думающим человеком. Он с детства мечтал стать актером. С друзьями бегал в местный дом культуры, не пропускал ни одного фильма, обожал Чапаева и Невского. Рос довольно хулиганистым, во что сейчас с трудом верится. И даже, следуя моде в те годы, сделал себе татуировку на руке «Слава». Это было его имя, но в то же время это слово стало пророческим. К нему действительно придет настоящая Слава. Но после семилетки он не отправился учиться на артиста, а пошел познавать азы взрослой жизни в ремесленное училище, а затем поступил на нулевой курс автомеханического института. Но от мечты стать актером не отступал, решил попытать счастье во ВГИКе и, что удивительно, провалил экзамен по актерскому мастерству. Но благодаря великому педагогу Борису Бибикову Тихонов стал актером, Бибиков заметил в нем некую изюминку, нераскрытый потенциал и зачислил к себе в группу. Дебютировал Тихонов в «Молодой гвардии» у Герасимова, где познакомился со своей будущей женой. Горячая казачка Нонна Мордюкова покорила его сердце. За ней ухаживал сам Сергей Герасимов и чуть не развелся с женой Тамарой Макаровой. Но Нонна ухаживание педагога не принимала, она полюбила Вячеслава. Они поженились и у пары родился сын. Многие откровенно не понимали их союз. Тихонов и Мордюкова были очень разными. К тому же говорили о том, что Нонна изменяла мужу, но тем не менее супруги прожили вместе более десяти лет. И расстались только тогда, когда ушла из жизни теща Тихонова. Она боготворила зятя, во всех вопросах и разногласиях поддерживала, как ни странно больше его, а не дочь. У Нонны после развода будет еще несколько романов и браков, а вот Вячеслав Тихонов женится еще только раз. В том браке у него родилась дочь, но опять же многие отмечали, что и во втором браке он был несчастлив. А когда пришло перестроечное время, Тихонов отказывался сниматься. Он не принимал нового времени, нового кинематографа. И в итоге в преклонном возрасте стал отшельником. Вел очень уединенный образ жизни на даче. В копилке фильмографии Вячеслава Васильевича остались яркие, запоминающиеся образы. Он сыграл простого деревенского парня-тракториста, Матвея Морозова, в картине «Дело было в Пенькове», исполнил скромного и интеллигентного учителя истории Илью Мельникова, в фильме «Доживем до понедельника». Великолепно сыграл князя Балконского в «Войне и мире». А также писателя, хозяина Бима, в трогательной картины «Белый бим, черное ухо». Но после роли Штирлица в 17 мгновениях весны получил звание народного артиста. И эта роль так и осталась его визитной карточкой. Юрий Никулин, ему мы предлагаем отдать четвертое место в рейтинге самых высокооплачиваемых советских актеров. За съемки в комедии «Бриллиантовая рука» он получил гонорар 5288 рублей. А это опять-таки снова «Волга», предел мечтаний любого советского гражданина. Но «Волга ГАЗ-22» уже была у Никулина. Он находился в статусе популярного и признанного артиста даже не кино, а цирка. «Волгу» данной модели не пускали в свободную продажу. Но Никулину разрешили приобрести автомобиль. Правда, гонорар за «Бриллиантовую руку» Никулину был рассчитан за полгода съемок с апреля по октябрь 1968 года и с учетом дополнительной премии, ведь картина стала одной из самых популярных. Стать актером Никулин мечтал еще с детства, да и иного пути у него, в сущности, и не было, ведь родился он в творческой семье. Правда, вмешалась война, но он смог вернуться к профессии артиста. Юрий Никулин вырос в творческой семье. Отец будущего актера организовал передвижной театр так называемого «революционного юмора», чтобы хоть как-то заработать на кусок хлеба. Он писал небольшие пьесы, и крохотная группа, в состав которой входила его супруга, воплощала написанное в жизнь. А когда семья в 20-х годах перебралась в Москву, то у отца появилось новое хобби – цирк. Он стал придумывать представления для цирковых номеров. Маленький Юра все дни напролет пропадал в закулисье цирка. Особенно юношу увлекали клоуны. Но потом грянула война, которую Никулин прошел от начала до конца, а вернувшись, решил пойти учиться на клоуна. Попал в знаменитую труппу карандаша, и первый номер для него лично написал отец. Это была первая ступень, к успеху и славе. Он выходил на арену цирка, а параллельно снимался в кино. Сыграл почти в 40 картинах и очень полюбился зрителям. Дебютной ролью была роль пиротехника-неудачника в фильме «Девушка с характером». А вот вторая роль принесла ему уже узнаваемость. Это был фильм «Неподдающийся». А после главной роли в картине, когда деревья были большими, за Юрием Никулиным закрепилась слава и любовь зрителей. Кстати, роль Кузьмы Ярданова мечтал исполнить Сергей Филиппов. Он так хотел сыграть эту роль, а когда узнал, что утвердили Никулина, плакал, о чем не стеснялся признаваться. Юрию Никулину было под силу исполнять как комедийные, так и драматические роли. Леонид Гайдай также очень любил снимать Юрия Никулина. А знаменитая троица Никулин, Маргунов и Витцин стали настоящей легендой и визитной карточкой актеров. Только мало кто знал на тот период времени, что актеры между собой не дружили. Знаменитая троица разъезжала по городам с концертами, зрители воспринимали их как закадычных друзей, но на деле все было не так. Бриллиантовая рука стала триумфом для Юрия Никулина. Картина заняла третье, почетное место в общем рейтинге самых популярных и самых кассовых фильмов в Союзе. Картину посмотрели почти 77 миллионов зрителей. Но ряд сцен в фильме были вырезаны, переозвучены некоторые реплики актеров, да и большинство кинокритиков очень прохладно отнеслись к выходу фильма. Каково же было их удивление, когда бриллиантовая рука стала лидером проката 1969 года. Кстати, бриллиантовая рука является некой пародией на советские и зарубежные фильмы. Так наблюдается сходство со шпионско-приключенческим триллером под названием «К северу через северо-запад», снятый за 10 лет до «Бриллиантовой руки» Альфредом Хичкоком. Также заметна перекличка с кинофильмом «Чапаев». «Бриллиантовая рука» отчасти схожа с картинами о Джеймсе Бонде. К слову говоря, Анатолий Попанов, а его мог сыграть Михаил Пуговкин, за съемки в фильме «Бриллиантовая рука» получил гонорар 2288 рублей. Андрей Миронов, которого хотели заменить на Георгия Витцина, получил чуть меньше 1920 рублей. Нонна Мордюкова, а ее, кстати, могла сыграть Клара Лучко или Татьяна Гаврилова, исполнившая роль управдома, получила на 400 рублей меньше 1520 рублей. Но самый маленький гонорар оказался у Светланы Светличной, исполнившей роль роковой и обворожительной соблазнительницы – 346 рублей. Но Светличная осталась не в обиде. Сценарий к фильму писался режиссером кинокомедии, но вместе с писателями-сатириками Слободским и Костюковским. Примечательно, что и еще один фильм, который снял гениальный режиссер Леонид Гайдай, «Кавказская пленница», тоже стал лидером проката 1967 года. «Кавказскую пленницу» посмотрели без малого – 77 миллионов зрителей. Главный герой картины – Шурик, которого исполнял актер Александр Демьяненко, а ему мы отдаем пятое место в нашем рейтинге, получил гонорар – 5220 рублей. Это почти ровно столько же, сколько получил Юрий Никулин. Александр Демьяненко исполнил много ролей за свою кинематографическую биографию, но для большинства он все равно остался просто Шуриком. На экране он казался простаком, комичным, душевным парнем, но в жизни он был совершенно другим. Нет, он не был скандалистом и дебоширом, алкоголиком или лавелласом, но обладал весьма сложным характером. Он был человеком замкнутым, немногословным, и никто никогда не знал, что у него на уме. Поэтому удивительно, что он попал в комедийное амплуа, причем, справлялся с ним великолепно. Выбрать актерский путь ему подсказала сама судьба. Его отец закончил ГИТИС и преподавал в родном городе для молодых студентов, обучая их азам актерского мастерства. Поэтому Саша с раннего детства видел себя на сцене. Но в театральный поступал дважды. Первый раз попытка не увенчалась успехом, и только со второго раза ему покорились сразу два учебных заведения – Щукинское театральное училище и ГИТИС. Он остановил свой выбор на последнем, потому что там учился его отец. Преподаватели сразу отметили незаурядный талант юноши, но внешние данные несколько не дотягивали до героя-любовника. Поэтому вердикт педагогов был таков – главных ролей Демьяненко не видать. Но, к счастью, они ошиблись. Начинал Александр действительно не с главных ролей, а с эпизодов. Но уже буквально в четвертом по счету фильме «Взрослые дети» он исполнил главную роль. Следующая картина называлась «Карьера Димы Горина». И та, и другая картина прошли с успехом в прокате. Зрители полюбили наивного интеллигента. А фильм «Мир входящему» принес мировую славу. На Венецианском кинофестивале фильм «Взял», «Приз» и о Демьяненко заговорили за рубежом. И после этого роли для молодого актера посыпались как из рога изобилия. Он приходил из одного фильма в другой. На дворе стоял 1964 год, когда режиссер Леонид Гайдай искал кандидата для главного персонажа своего фильма «Операция И». У режиссера на кинопробах уже побывали множество актеров, но ни один из них не мог попасть в точку. Гайдай уже почти отчаялся, как вдруг ему кто-то предложил посмотреть Александра Демьяненко, потому как тот недавно снялся в фильме «Карьера Димы Горина». Гайдай лично поехал в город на Невек Демьяненко. И как только он его впервые увидел, сразу понял, это тот наивный студент Владик, который ему был нужен. И да, изначально главного героя звали Владик, это потом уже его переименовали в Шурика. Тогда актер даже и представить себе не мог, что роль Шурика станет самой звездной в его актерской карьере. Во время съемок многие коллеги подметили, что Александр Демьяненко ведет себя замкнуто, а некоторым показалось, что он даже надменен. И только Леонид Куравлев отметил, что Шурик ведет себя как настоящий профессионал, постоянно бережет себя для кино, не растрачиваясь зря на эмоции, избегая шумных компаний и застолий. Но справедливости ради, нужно заметить, что роль Шурика закрепила за ним и славу, и наказание одновременно. Режиссеры не предлагали ему серьезных ролей, считая, что у зрителя Демьяненко ассоциируется исключительно как комедийный Шурик. Так, собственно, и было. К слову говоря, в кавказской пленнице снималась знаменитая троица Никулин, Витцин и Маргунов. И нужно сказать, что все трое, одинаково работая на съемочной площадке, были удостоены разных гонораров. Так, за кавказскую пленницу Юрий Никулин получил 4238 рублей. Георгий Витцин заработал 3400 рублей. А вот Евгений Маргунов меньше всех, ему досталось 1900 рублей. И было это связано с конфликтом с режиссером. Гайдай и Маргунов крепко повздорили. После чего Маргунов вышел из троицы. А вот главная героиня, кавказской пленницы, актриса Наталья Варлей, и вовсе получила совсем немного – 1200 рублей, хотя лично выполняла все трюки, так как была цирковой артисткой. Так что гонорары советских актеров очень отличались. Их делили на разные категории, они получали специальные премии, если фильмы становились лидерами проката. Удивительно, но факт, Леонид Гайдай снимал самые кассовые фильмы, и актеры, снимавшиеся у него, зарабатывали больше других. О трудовых доходах артистов ходили настоящие легенды. Многие сплетничали на эту тему, завидовали. Но, как известно, в кино очень многое зависит от фактора везения. Например, в те годы писатели зарабатывали по 600 рублей за каждый авторский лист, а также премию за тираж и переиздание. Одним словом, те, кто был на особом положении в кинематографе, кто считался ярким дарованием, те актеры получали значительно больше своих коллег. Другое дело, что свои дни они заканчивали порой в нищете. Но вот режиссеры получали в разы больше. Так, Леонид Гайдай получал до 8 тысяч за каждый свой фильм. Сергей Бондарчук, снявший «Войну и мир», заработал 30 тысяч рублей, но сумма была растянута на долгие пять лет, пока шли съемки. А вот Петр Тодоровский, за съемки «Интердевочки», кстати, об этом фильме мы рассказывали совсем недавно, получил и вовсе целых 100 тысяч рублей, а это составляло баснословную сумму. Субтитры создавал DimaTorzok